В глубокой древности такие керамические изделия служили средством коммуникации и являлись предметами культа. Несмотря на то, что сейчас свистульки утеряли сакральный смысл и превратились в детскую игрушку, супруги Тамара Панченкова и Алексей Сорокин каждый день занимаются древним ремеслом. Начала она, вот моя половиночка, начала с простеньких, потом усложнила и увлеклась. Вот, начала делать вот фигурки. В основном котята, там всякие кошечки и прочее, прочее. Ну, прошло некоторое время, я подключился к этому вопросу, потому что, находясь рядом с мастером, тоже хочется что-то сделать. Мастера-игрушечники чаще всего изготавливают свистульки в виде фигурок коней, барашков, поросят. А однажды даже сделали несколько сказочных лунтиков. А начинал Алексей Васильевич с самых простых фигурок птичек. Первые получились такие страшненькие, что мы потом сами смеялись. Я до сих пор смеюсь. У нас там даже где-то есть еще старик. У меня есть первая его игрушка. А потом ничего, ну, я взял пару уроков, так скажем, ну как, посмотрел, как делают. Тоже начал вот делать. И теперь вот у нас, видите, какое разнообразие получается. Процесс изготовления не такой простой, как может показаться с первого взгляда. Если не получается свистулька, важно не бросать занятия сразу, говорит Алексей Васильевич. Как и всю керамику, свистульки делают из глиняного теста. Вначале добывают и промывают кожлянскую глину. Процеживают ее, высушивают, пока по структуре она не станет как пластилин. Самым сложным элементом во всем процессе супруги считают изготовление собственной свистка. Здесь надо учитывать ряд тонкостей. Точно сделать градус, направление воздуха, чтобы обязательно был от направляющего до наступающего угол 45 градусов. А делаешь ты ее, как правило, вслепую, потому что угол изнутри. Вот если этот угол не угадал, значит свистка не будет. Тамара Евгеньевна и Алексей Васильевич мастера опытные, поэтому свист в их доме не утихает никогда. Глава семьи примет не боится и жене не велит. Считает, что суждено, то все равно случится, есть примета или нет. Думают, свистят, вот какой нехороший. Наоборот, хороший свист привлекает добрые силы, а злые отгоняет. Так что некоторые ошибаются, говоря, ой, не свисти, денег не будет. Наоборот, когда хорошее, доброе что-то попадает в руки, тот же самый свисток, та же маленькая игрушечка, а детишки ее прям, ну, можно сказать, обожают, то это только к добру, только к хорошему. И по-другому тут и не скажешь. Основные инструменты прилепки – это руки мастера. Но в работе требуются и специальные приспособления, которыми еще надо овладеть. У каждого из супругов они свои. Например, стеку Алексей Васильевич изготовил для себя сам. Она из бамбука, который отличается прочностью и легкостью. Чтобы изделие не лопнуло, перед обжигом его ставят сушить на полку. Процесс длится от трех до пяти суток. Высушенная свистулька приобретает характерный серый цвет и определенную прочность. А потом только уже можно обжигать. Обжигаем мы примерно 750 градусов, ну, сутки она идет обжиг. После остывает еще пока. Потом приходит время росписи свистулек. Мастера используют только художественные акриловые краски. Мужа к этому занятию Тамара Евгеньевна не подпускает. В шутку объясняю, что у него и по хозяйству дел много. На одну игрушку у мастеров уходит больше недели. Поэтому к каждой своей свистульке они относятся с трепетом. Если без души делать, игрушка не пойдет. Свисток не идет, с ним провозишься много времени, а толку никакого не будет. Поэтому мы просто вкладываем во все эти игрушки, ищем мотивы дополнительные. Что-то интересное где-то в детских книгах смотрим. Затем какую-то фигурку увидишь. Ты ее сначала закладываешь внутрь, в свой фундамент. И вот пока внутри не образуется вот эта форма, как ее сделать, а делаешь руками, у нас же вся ручная работа. Супруги черпают свои идеи отовсюду и не боятся экспериментировать. Однажды сын попросил сделать в подарок львенка. Главное же гриву придумать. Ну, села, прям тут же получилось. Потом приходили еще знакомые. Говорит, Тамара, сделай подарок к дню военного флота. Тоже посидела, так подумала. Сделала такую большую копилку в виде кота с рюкзаком сзади. В форме морской формы. Да, это была и копилка, и свистулька в одном. Как признаются сами мастера, они могут вылепить любую игрушку. Но планы на ближайшее будущее уже есть. Тамара Евгеньевна хочет сделать из глины большую елку, а Алексей Васильевич – избушку на курьих ножках. Тамара Евгеньевна хочет сделать из глины большую елку.